привет друзья случилась небольшая неприятность сломал я себе ногу и заковали меня в гипс на ближайшее время снимать ролики в таком состоянии ну мягко говоря неудобно поэтому я решил порыться в интернете и поискать передачи которые в открытом доступе старого советского радио маяка первой программы а пока вы будете их слушать я буду потихонечку выздоравливать всем пока и приятного прослушивания здравствуйте товарищи радиослушатели вы не будете возражать если мы начнем нашу утреннюю встречу с неназойливого совет который адресуем всем вам мы например настоятельно рекомендуем каждому из вас после того как вы проснулись первым делом поздороваться со всеми членами вашей семьи здесь возможность самый разнообразный вариант отцу вы можете сказать с добрым утром папа сына или дочь можно приветствовать так привет малыш маму можно просто поцеловать при этом можно вообще ничего не говорить она и так все поймет обращаясь бабушки следует сделать ей приятное сказав у тебя сегодня прекрасный цвет лица ты просто помолодела на много лет и вот когда вы поступите так как мы вам советуем вы увидите как на лицах ваших близких появятся улыбки как они оживятся как улучшится их настроение и как бодро и весело они станут готовиться к началу рабочего дня и заметьте при этом как мало для этого было нужно всего лишь утреннее доброе приветствие ласковая улыбка сердечность и доброжелательность ну вот теперь если вы последовали нашему совету этим самым подняли настроение своих домочадцев мы в свою очередь мы в свою очередь постараемся поддержать его помощью забавных рассказов юморесок и конечно же веселых песен а темой нашей утренней встречи будет как вы уже видимо догадались семейные дела времен далеких старенькое фото увидел вдруг в альбоме я семейном там папа мой похож на Тон Кихота а мама пела и шар на ней кисели и с ними рядом молодые музыканты которые играли с папой вместе играли джаз играли джаз а мама пела песни и папа пел дуэтом вместе с ней я как папа я как мама с детства джазом увлекаюсь лучше папы лучше мамы я играть теперь стараюсь только так ах как играет мама на кларнете ах как играет мама на органе и даже младший мой братишка петя играет с нами я как папа я как мама с детства джазом я как папа я как папа я как мама с детства джазом увлекаюсь лучше папы лучше мамы я играть теперь стараюсь только так как папа петель мне Я как папа Я как мама С детского джаза увлекаюсь Лучше папы, лучше мамы Я играть теперь стараюсь Я играть теперь стараюсь Я играть теперь стараюсь Только так Итак, семейные дела Семейные взаимоотношения Или, как сейчас принято формулировать Семейный микроклимат И семейные проблемы Учитывая иронический характер нашей передачи Мы больше будем акцентировать внимание Не на том, как следует строить взаимоотношения в семье Это понятно всем и без наших рекомендаций А заострим внимание на том, как их не следует строить Возьмем, к примеру, такую проблему как Как появление первенца у молодых родителей Ну, какая же это проблема? Это радость! Не торопитесь! Это счастье! Не будьте столь поспешны в своих выводах У вас что, другая точка зрения? Лично у меня нет А вот поэт-сатирик Михаил Владимов Усмотрел в этом проблему Кстати сказать, весьма типичную для наших дней Вот, послушайте Родился сын Сереженька У Коленьки и Наденьки Хорошенький-хорошенький Забавненький-забавненький Но дни пошли нелегкие Морока с детпитанием И конетель с пеленками И сложно с воспитанием Сказала маме доченька Отстану, сидя дома я Ты посиди с хорошеньким Я допишу дипломную Но мама возразила ей Когда мне нянчить отпрыска? Ты над дипломом, милая А я тружусь над докторской Я б рада Время дорого Пусть посидит с ним бабушка Я помню Очень здорово Она мне пела ладушки А бабка Я псохотую Ребячьи знаю песни я Но я же все работаю Я не сижу на пенсии Сережу нянчить некому Но есть еще прабабушка Она старушка крепкая Живет она в олабушках И Наденька с Сереженькой Собрались в путь дороженьку Приехали в олабушки И услыхали Ладушки Ученая не очень я Два класса лишь окончила А между прочим Нянчила почти полрода нашего Ученого, учителя Актрису и геолога Биолога, строителя И отоларинголога Учись, головка светлая Сказала Надя Выручу Конструктора ракетного Или артиста Вынянчу Ах работа ты, домашняя работа Заниматься нам тобою не охота Мыть пирать, ходить за хлебом Полностью варить комфорт Одному такое дело не осилит ни за год Без бабушки, без бабушки Не испечь оладушки Котлеты пережарятся Свернется молоко А с бабушки по гусеньке Все сразу станет вкусненьким Живется в доме весело И дышится легко Ах работа ты, домашняя работа Заниматься нам тобою не охота Погонять бы мяч в футбольной Или с книжкой прилечь Но работы много в доме Надо бабушку беречь Без бабушки, без бабушки Не испечь оладушки Котлеты пережарятся Свернется молоко А с бабушки по гусеньке Все сразу станет вкусненьким Живется в доме весело И дышится легко Ах работа ты, домашняя работа Заниматься нам тобою не охота Ах бабулечка, седая Мой любимый старый друг Ты повсюду успеваешь И на все хватает рук Без бабушки, без бабушки Не испечь оладушки Котлеты пережарятся Свернется молоком А с бабушкой, бабусенькой Все сразу станет вкусненьким Живется в доме весело И дышится легко Свернется молоко Свернется молоко И дышится легко Как известно, вопросы воспитания подрастающего поколения Имеют, как вы понимаете Самое непосредственное отношение к семейным делам Именно поэтому любящие родители Периодически интересуются школьными успехами своих дочерей и сыновей А для этого они время от времени просматривают домашние задания Просматривают и порой приходят в ужас Обнаруживая в школьных сочинениях такие, например, ферлы Он стоял и лязгал глазами Вратарь был одет в черный свитер, синие шорты И забинтованную ногу Дубровский был блондин с черными волосами От страха легкая дрожь пробежала по моему тулупу Собака положила ноги на лапы И уснула, громко тявкая Родители Ильги Муромца были простые колхозники На балах он ухаживал за дамами Но скоро ему эти прибаутки надоели Мы сначала видим молнию, а уже потом слышим гром Потому что наши глаза находятся впереди ушей Быки – это самые страшные коровы в стадии Герасим набрал для собачки молока И все время тыкался туда мордочкой Процесс воспитания ребенка в семье сложен Сложен и очень длителен Порой он бывает настолько длительным, что ребенок успевает вырасти У него уже растут свои дети А родители все еще продолжают его воспитывать Учать Делать замечания и внушения Вот один из таких случаев Люди портят себе жизнь по-разному Мне испортили жизнь мои уши Началось все с маминой бестактной реплики Однажды, отправляя меня спать, она сказала Вымой уши и ложись Уши я не вымыл Если бы я мог предположить, к чему это приведет Я вымыл бы их не просто мылом Но даже порошком лотос Тер бы их песком, битым кирпичом или на худой конец Пастой для мытья ванн Но я этого не сделал И на другое утро мама, заглянув мне в уши, сказала Ты вчера не помыл уши? Пойди вымы их сейчас же Я не помню, послушался ли я маму или нет Но, кажется, я снова их не помыл И пошел в школу А когда я пришел из школы Мама уже не заглядывая мне в уши, сказала Вымой уши и садись обедать А папа добавил Теплой водой Я точно помню, что в этот раз я уши помыл Тем не менее, вечером мама рассеянно взглянула на часы Потом на меня и произнесла Вымой уши и ложись в постель Теплой водой Добавил папа, не отрываясь от газеты Видимо, это уже стало входить у них в привычку Потому что уши у меня в этот день были идеально чистыми На следующий день было воскресенье И папа сказал Вымой уши и поедем на дачу После этого мои родители теперь уже совершенно механически продолжали напоминать мне О необходимости мыть уши по всякому поводу Вымой уши и прибей, наконец, эту вешалку Вымой уши и сбегай за кефиром Вымой уши и выведи Рекса погулять Пожелание вымыть уши, адресованное ко мне, стало для них привычкой, необходимостью, обиходным выражением Все равно как «Будьте здоровы, если кто-нибудь чихнет» Иногда я делал попытки взывать к логике моих родителей Я пытался выяснить, почему я должен вести на прогулку Рекса Обязательно вымыв себе уши Родители искренне удивлялись Такой постановке вопроса и говорили Конечно, это абсурд Все это потому, что ты в детстве не любил мыть уши И нам приходилось часто тебе об этом напоминать Разумеется, можешь не мыть ушей, когда поведешь Рекса А на обратном пути вымой уши и захвати газеты из почтового ящика А потом я вырос и встретил Нину Она была самая-самая Я привел ее домой, познакомил с родителями и, смущаясь, сказал, что Нина согласилась выйти за меня замуж И тогда моя старенькая мама заплакала, обняла меня и Нину и сказала Я рада за вас, дети А потом добавила, уже обращаясь лично ко мне Вымой уши и в ЗАГС А старенький папа добавил И теплой водой По дороге в ЗАГС Нина вдруг припала к моему плечу Всхлипнула и сквозь слезы проинформировала меня о том Что великовозрастный болван Которому старики родители должны напоминать Об элементарных правилах гигиены Никогда не будет ее мужем Сейчас я женат Для этого мне пришлось уехать на постоянное жительство в другой город И там жениться Моя жена не знакома с моими родителями Я оказался неплохим семьянином Очень уступчивым, с хорошим характером Лишь одна странность числится за мной Я категорически требую, чтобы жена Никогда, ни при каких обстоятельствах Не вскрывала корреспонденцию, поступающую на мое имя Жена подозревает, что я выполняю какую-то очень ответственную, секретную работу Откуда знать моей жене Что большинство писем начинается примерно так Дорогой сын, давно от тебя ничего не получали Поэтому сейчас же вымой уши и сообщи Все ли у вас благополучно Вы спросите, для чего я все это написал? С единственной целью, чтобы сказать Дети, мойте, пожалуйста, уши перед сном Мы начали сегодняшний утренний разговор Просьбой разрешить нам дать вам один совет Мы советовали вам, проснувшись, приветствовать ваших близких Пожелав им доброго утра и зарядив их хорошим, добрым настроением Закончить передачу мы тоже хотим одним советом На этот раз имеющим чисто практическое значение Что вполне может быть использовано каждой хозяйкой Но если мы просто дадим вам деловой хозяйственный совет То это никак не согласуется с юмористическим характером нашей передачи Поэтому мы решили дать вам этот совет с помощью Остросюжетного Интригующего детектива Под названием Как хороши, как свежи были розы Передать всем членам банды Шеф приказал собраться на квартире Джоан Чоуса Заходить в квартиру только в том случае Если на окне не будут стоять цветы Если цветы стоят, значит явка провалена Передайте остальным По приказанию шефа Собираемся у Джоан Чоуса Предварительно внимательно осмотреть окно его квартиры Там не должно быть цветов Если цветы стоят Ни в коем случае не заходить Сбор сегодня на квартире от Чоуса Обратите внимание на окно Там не должно быть цветов Привет, Джо! Где ты, Джо? Цветов на твоем окне нет И вот мы у тебя Здравствуйте, парни! Рад вас видеть Молодцы! Собрались точно назначенное вашим шефом время Разрешите представиться Комиссар полиции Винни Пух Поднимите-ка вверх лапки Живее, живее! Проклятье! Мы взаподнем! Где Джоан Чоус? Джоан Чоус заперт в плодовой Сейчас и вы к нему присоединитесь Вот только наденем на вас эти браслеты Джоу! Почему же ты не поставил на окно цветы? Ведь мы же договорились с тобой Я поставил их, ребята Как только уломилась полиция Я сразу же поставил на подоконник горшок с цветами Беда только, что цветы в горшке увяли И вы не увидели их с улицы Товарищи! Если вы любите цветы Прислушайтесь к нашему совету Покрыв землю в цветочном горшке Кружком вырезанном из полиэтиленовой пленки Вы избавитесь от необходимости часто поливать комнатные цветы Особенно, если квартира очень теплая Полиэтилен не дает влаги Быстро испаряться И растения хорошо сохраняются Если бы я служил в цветочном магазине Я бы все цветы бесплатно раздавал Пусть бы мне большие неприятности грозили Но за то, как радовались вы моим словам Я не продаю цветы Я их вам дарю Остры, клавиолусы и розы Чтобы было вам тепло Вопреки календарю Даже в зимние морозы Если бы я служил в цветочном магазине Я и дня бы за прилавком не сидел Я бы уложил цветы в огромную корзину И по улицам ходил и непременно пел Я не продаю цветы Я их вам дарю Остры, клавиолусы и розы Чтобы было вам тепло Вопреки календарю Даже в зимние морозы Я их вам дарю Если бы я служил в цветочном магазине Я и ночью дверь не стал бы закрывать Только почему-то по неясной мне причине Не хотят меня В цветочный магазин Принять Принять Я не продаю цветы Я их вам дарю Остры, клавиолусы и розы Чтобы было вам тепло Вопреки календарю Даже в зимние морозы Я их вам дарю Заканчивая нашу утреннюю беседу на семейную тему Мы желаем каждой семье, которая нас сейчас слушает Полного взаимопонимания Согласия Дружбы А теперь не забудьте пожелать друг другу успехов Всего вам самого доброго Субтитры подогнал «Симон» КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok